Клуб с направлением конная полиция, охрана города Юрвик помогает пройти групповые гонки на конном фестивале. Наши ребята по возможности дежурят и стараются помочь каждому игроку, кто хочет пройти и получить опыт за групповые гонки на конюшне Юрвика и также на площадке конного фестиваля около конюшни Морланда. Девочки дежурят на данных площадках с 5 до 9, но если нет возможности вечером, вы можете их увидеть еще и днем. Они стараются помочь абсолютно каждому пройти эти гонки, ведь за них дается очень много опыта. Так что если вы видите ребят вот в такой нашей форме, то не бойтесь, подходите, добавляйте в группы, ребята обязательно вам помогут. Если вы уже не один раз воспользовались помощью GCG на конном фестивале, то напишите пожалуйста о нас отзыв по ссылке в описании. Всем привет дорогие друзья! Я Даналия и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим что творится на конном фестивале, как же все-таки проходит награждение розеткой Абронессы, вновь поездка красной нити, ну а также поговорим о том, что ждет нас в будущем, ну а также на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! На конюшке Юрвика на площадке конного фестиваля что-то происходит. Говорят там какой-то бардак. Давайте съездим и посмотрим, что же здесь происходит. На самом деле здесь очень странно это все работает, потому что на одном аккаунте, когда я приехала сюда, мне показали некое вступление того, что тут произошло. Но сейчас эта сценка не работает. Ну мы просто подходим, разговариваем с Лили Бонс, видим мы тут бегают хрюшки, и нам придется убирать все, что здесь развалилось, потому что хрюшка пронеслась здесь так, как будто слон прошел через всю конюшню. Нам придется убирать весь этот бардак, а потом ехать на ферму Санфельд и ловить аж пять хрюшек. После чего приедет Сабина и попросит нас отойти в сторонку и о чем-то поговорить. А о чем же вы можете узнать сами. И наконец-то к нам приехала Баронесса, но к сожалению пока что у меня не хватает количества опыта, чтобы пройти данное задание, но давайте хотя бы с ней поговорим, что она скажет. Незабываемая лента. Конечно твоя преданность конному спорту достойна восхищения, однако мне хочется увидеть больше. Участвуй в соревнованиях и докажи, что ты блестящая наездница, тогда и поговорим. К сожалению сейчас это почти нереально сделать, потому что появилось очень много багов, связанных с мастер ездой по выездке. Вы можете проехать кружочек, вам не засчитают этот кружочек. Вы можете просто ехать по прямой и вам будут назначать штрафы. В итоге гонка автоматически закончится. Поэтому если вы после последнего обновления можете пройти данное соревнование, напоминаю, оно проходит вот здесь, у Хлои. Мастерство выездки оно называется. Если вы сможете его пройти до конца, считайте, что это уже настоящая победа, потому что баги работают довольно часто и у большинства. Также конный фестиваль продолжается и на площадке конюшны Морлэнда. Скотт Баттергуд привез снова своих животных и мы будем выполнять задания по их поиску. Но чтобы его выполнить, надо будет поговорить Стан, и она скажет подойти и помочь Скотту. Каждый день 4 животных будут гулять по территории фестиваля, и за каждое возвращенное животное мы получим 4 весенних жетона. А значит за день можно заработать еще плюс целых 16 жетонов. Это все новости конного фестиваля, но перейдем к поездке красной нити. Также еще одно уточнение, которое я забыла вам рассказать, про розетку конного фестиваля. Чтобы произвести впечатление на Баронессу, нужно набрать, точнее пройти гонки не менее 80 раз. И по итогу Баронесса подарит нам не просто какую-то ленточку, а особую розетку. Это будет фамильная лента Сильвер Глэйдов 2023 года. Это значит, что мы сможем получить ее только в этом году. Ведь в следующем будет уже лента 2024 года. А тем временем мы приехали на поездку красной нити. Она здесь будет доступна до конца конного фестиваля. Чтобы ее начать, ежедневно подойди к Астрид и поговори с ней, чтобы проехать данную поездку. В награду вы будете получать 100 шиллингов, 150 опыта лошади и 4 весенних жетона. Весенние жетончики, напоминаю, можно обменивать в магазинах конного фестиваля на одежду амуниции и питомцев. Ну а также на 100% уход лошади, если вдруг вы случайно забыли ее покормить. Ну а теперь немножко поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе, ну а также в ближайшем будущем. На следующей неделе, после того, как мы в это обновление поговорим с Сабиной, она попросит кое-что доставить. А еще за гонки фестиваля конного спорта можно будет получить больше опыта лошади. Учитывая то, что сейчас мы получаем за эти гонки 400 опыта и 600 за мастерство выездки, то неужели со следующей недели мы будем получать по 1000 опыта за каждую из этих гонок? Это было бы просто прекрасно, это нужно точно будет бежать, срочно качать лошадь, всех лошадей по возможности. Ну в общем, просто сидим и ждем следующей недели. А также нам сказали на прошлой неделе разработчики, что этим летом выйдет обновленный мустанг. А сегодня нам сообщили, что осенью 23 года выйдет новая порода пони, которую ранее не было в игре. Вам интересно, что это за порода? Мне, если честно, тоже очень интересно. Я не представляю, как она выглядит, но это будет очень крохотная порода. Если верить Википедии, то это у нас дартмурский пони. В реальной жизни он где-то 114-127 сантиметров к холку. То есть, по идее, это будет вообще очень маленькая пони. Не знаю, может быть, как канимара они его сделают в игре или что-то такое. Я не помню роста канимара в холке. В общем, нам уже рассказали об обновлении мустангов летом. Так что ожидаем, возможно, летом это будет либо в июне, либо в августе. Но это всего лишь предположение. И осенью вот этот новый дартмурдский пони. Мне очень сложно его выговаривать названием. Но все равно сидим и ждем. А также нам добавили одну очень странную функцию. Я не знаю, была ли она раньше. Сейчас я не смогу никак ее показать на себе. Для этого, к сожалению, мне нужно найти какого-нибудь игрока чисто, чтобы вам ее продемонстрировать. Так, вот мы и здесь. Вас, я не буду на тебя подавать жалобу. Мне нужно просто показать, как это выглядит. Заранее извиняюсь и передаю привет, кстати, всем, кто попал в этом видео по обновлению в кадр. У нас появилась вот такая кнопка «Пожаловаться на игрока». Давайте мы на нее нажмем. У нас открывается вот такое вот окно. Оно уже в новом стиле. И если честно, оно мне не нравится. Почему тут вместо голубого оттенка какой-то бирюзовый? Я не понимаю. Здесь написано и закреплено имя игрока. И дальше мы должны указать причину. Причины очень странные. Нет, кстати, вот тут нормально. В записи, в новостях на сайте нам причин говорили больше. Оскорбление, обман. Вот самочувствие, правда, непонятно. Личная информация и спам. Я хочу сказать, что я не рада. Я совсем не рада данной функции. Она, конечно, может быть полезна. Но я считаю, что она понесет за собой очень много ошибочных жалоб. К примеру, я не знаю, как ее привести. К примеру, ребята, которые стоят и помогают с прохождением гонки. Вот как раз охрана города Юрвика или же GCG. Они постоянно пишут, скажи, помогаем с групповыми гонками. Но невозможно это писать один раз в пять минут. Потому что игроки постоянно то прибегают, то убегают. И игроки, которые только-только приехали к месту этих гонок, они не видят сообщений, которые были ранее. Потому что пишут-то люди не в глобале, а в скажи. И я боюсь, что вот на этом могут, если будут жаловаться, попасться многие. Личная информация. Как нам теперь набирать? Ну, я про всех клубов имею в виду. Если вы набираете игроков через чат StarStyble, у вас есть ограничения по возрасту. Это тоже считается как личная информация. То есть тоже за это можно попасть под жалобу. Самый интересный вопрос это про самочувствие. Я немного не понимаю. Не, если, конечно, сесть и подумать, может быть и пойму. Но жалоба самочувствия. Наверное, это связано как раз с рофлом. Что когда подъезжают некоторые люди, они начинают шутошно подшучивать, там рофлить, прикалываться. Не все это понимают. Я вот, к примеру, это терпеть не могу. То вот, наверное, под все вот это категория самочувствия подходит. Обман. Я не знаю, как использовать жалобу обману в StarStyble. Потому что здесь нельзя обменивать предметы. Нельзя продавать друг другу предметы. Обмениваться вещами. Обмениваться лошадями. В связи с чем здесь будет обман. В связи с тем, что вам предложили отдать аккаунт или обменяться им. Но, если честно, то на самом деле это вообще-то под запретом самих разработчиков. И то есть, если вы, будучи в сделке с выкупом или обменом аккаунтом, и вас обманули, и вы подаете жалобу на обман, и если вы распишите причину, как обмен, продажа аккаунтов, то разработчики, мне кажется, еще и вас хорошенько накажут и заблокируют ваш аккаунт, потому что это тоже запрещено. И, получается, адекватная причина это оскорбление, мне кажется. Вот так, в общем, все это выглядит. Ну и здесь, как только вы выбираете категорию причин, можете добавить комментарий от себя, отправить жалобу, и что нажми, чтобы прочитать правила чата. Так, мы, если вы хотите прочитать правила чата, это окошко перенесет вас в браузер, оно здесь не откроется. Все, Васса, не переживай, мы на тебя ничего не пишем, спасибо, что дала возможность нам посмотреть данное окошко. Так что, вот такие вот интересные, странные новые нововведения, и я не знаю, как на них реагировать. Разработчики стараются добавить много чего нового, особенно полезного, по их мнению, но при этом они не чинят баги, которые существуют уже несколько месяцев в Старстейву. К примеру, один из них впервые коснулся меня именно на этой неделе. До этого он как-то меня обходил стороной. Это вести лошадь за повод. Хотя нет, видимо, у меня вот этот аккаунт такой везучий. К примеру, когда я сидела на другом своем аккаунте, мы не можем вести лошадь, и это проблема многих. Вы вроде как берете ее за повод, начинаете идти, лошадь поворачивается вслед за вами, но стоит на месте неподвижно, и в итоге повод забрасывается. Мне говорят, это очень часто тоже ошибка, все жалуются. Еще один баг связан с тем, что за вами остается повод. У многих сейчас это действительно очень большая, точнее распространенная заглючность. А вот, кстати, и еще одна. Даже не надо будет ее описывать. Вы можете видеть, как я профессионально ляжками держу повод. Тоже сейчас одно из самых популярных таких багов в игре. Ну, а тот баг, который я хотела рассказать, это когда персонажи слезают с лошади, начинают просто ходить, бегать, и повод тянется за ними. Я знаю, что этот баг существует очень-очень давно, но раньше он был не так сильно распространен. Допустим, вчера я сидела с четырьмя своими подругами, ПССО, соклубники, и они все в какой-то момент слезли с лошади, и у всех у меня на экране отображалось, что они держат за собой повод. Вот прям у всех одновременно. У всех. И это просто кошмар. И главное, это никак не контролируется. И очень обидно иногда бывает, если вы участвуете в каких-то мероприятиях от других организаций в ССО, и у вас делают хорошие профессиональные фотосессии, то не удивляйтесь, если, к примеру, на фотографиях от фотографа вы либо джигитовкой стоите на спине коня, либо повод держите ляхами, или если вы просто оставили коня и ушли в сторону, то может быть кадр как у вас повод просто на весь манеж. К сожалению, это имеет место быть, и пока разработчики почему-то это не чинят, хотя я считаю, что этим нужно заниматься в самую первую очередь, отложив вообще всё техническое, как вот эта вот же функция с жалобами. И это лишь моё мнение, но просто действительно сейчас только багов, которые мешают спокойно жить игрокам, что мне становится прям обидно и жалко за нас, за всех с вами. Да, так что слишком долго разглагольствую. Но на этом обновление подошло к концу. Мы поговорили обо всём, что на этой неделе, что на следующей неделе, и что будет в ближайшем будущем. Мы уже всё с вами обсудили. Так что на этом всё, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ой, а я пойду пытаться всё-таки пройти мастерство выездки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!